Почему венграм было страшно сдаваться в плен? Знаменитый приказ Ватутина «Мадьяр в плен не брать». Выкалывали глаза, вырезали кресты на спине, сжигали заживо. Всё это делали бравы венгерские солдаты на советской земле. Давайте для начала разберём предпосылки. Венгерский реванш. Как и национал-социалистическая Германия, Венгрия хотела вернуть утраченное в Первой мировой. Ну и, конечно, как её собрат, хотела не только вернуть, но и приумножить. На неё, как и на нацистскую соседку, были наложены ограничения в военной силе. Но опять же, беря пример со своего соседа, успешно наплевала на все эти запреты. В общем, Венгрию можно назвать Германией на минималках. Или этот титул занят Италией. Надеясь ухватить кусок от советского пирога, венгры выступили на стороне немцев в Великой Отечественной. Примечательного в начале войны ничего не было. С переменным успехом мадьяры продвигались на восток вместе с вермахтом. Всё изменилось 28 июня 1942 года. Именно тогда 2-я полевая и 4-я танковая германские армии пошли в наступление на Воронеж. Вместе с ними отправилась 2-я венгерская армия. Наступление велось с переменным успехом. Советские дивизии были отброшены за Дон. После того, как нацистские войска отправились на Сталинград, кровопролитные сражения на воронежском направлении затихли. Именно в это время Венгрии устроили жатву над мирным населением и военнопленными. «Немцев не люблю, но мадьяр ненавижу». После того, как генерал Ватутин встретился с жителями Острожского района, он был просто в ярости. Сёла, в которые заходили венгерские войска, нещадно уничтожались. Военнопленных тоже не щадили. Зверства были страшные. Николай Фёдорович, узнав об этом, издал свой знаменитый, но негласный приказ «Венгров в плен не брать». Щучье, светлое, прозрачное – это всего лишь малая часть посёлков, которые были обескровлены руками венгров. Естественно, о негласном приказе узнали на фронте. По окопам, по штабам разнеслась молва о преступлениях мадьяр. В итоге в плен не брали, расстреливали на месте. 13 января 1943 года советская армия перешла в наступление на Воронежском фронте. Как оказалось, воевать венгры умеют хуже, чем бесчинствовать. Прошло буквально 12 часов, а мадьяры уже драпали. Их армия была почти разбита, 80% личного состава были уничтожены. Танки, бронетехника, всё пошло прахом. 140 тысяч – потери венгров за всё время боёв при Воронеже. Если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их первыми. Субтитры создавал DimaTorzok